В Пермской области бывший министр регионального правительства до сих пор настолько уверен в собственной безнаказанности, что позволил себе устроить настоящую бойню. Сыну я сказал о происшествии. Он воспринял нормально, он как мужик поймет эту информацию. А как я должен шестилетней дочке своей сказать? Она еще не в курсе. Самое трудное, признается Ярослав Баронников, это сдержаться. Когда на твоих глазах убивают любимых собак, убийца стоит перед тобой, ухмыляясь, а за спиной у тебя заряженное ружье. Он совладал с собой. Решил наказать влиятельного живодера по закону. Вот лежит шнырка, тунгус, мышка и кумыш. Все это сделал, убил их из карабина своего, хладнокровного машины, хозяином глухаря. В тот день работник Лысинского лесничества Ярослав Баронников приучал к лесу молодых лаяк. Два щенка и их родители. Все четверо в ошейниках с GPS-маяками. Услышав вдалеке звук машины, они убежали на шум. Ярослав немного отстал, а потом впереди раздались выстрелы. Выбежал на дорогу. Увидел, что Усенко находится около машины, а Козлов находится около машины со стороны водительской двери. Я увидел всех своих собак, которые лежали все рядышком, в метре двух от друга. Несмотря на стресс, Ярослав успел подобрать одну гильзу и сделать фотографии. С карабином это Виктор Усенко, бывший замминистра промышленности и предпринимательства Первомского края, а теперь владелец охотхозяйства Глухари. Твои собаки распугали моих лосей, сказал хозяин убитых лаяк. В роли персонального водителя Усенко был государственный охотинспектор Виктор Козлов. Вот он. На вопрос Козлова, почему ты допустил убийство на их собак, Козлов плечами пожал и сказал, а что я могу сделать? Это говорит представитель власти. Поступок экс-замминистра шокировал местных жителей, чтобы охотник намеренно убил чужих собак. Такого никогда не было. Усенко появился здесь недавно. Арендовал огромный участок леса и ведет себя как феодал. Мы дозвонились до экс-замминистра Усенко. Действительно, все, как говорят местные жители. Человек потерял всякую связь с реальностью и живет в своем мире, где он царь и бог. Это вы или нет? Да какая разница, я или нет? Да вообще ничего не хочу комментировать. Я не хочу болтологией заниматься, которой другие просто наслаждаются. Я не хочу. Усенко абсолютно уверен в своей безнаказанности. Между тем, статья 245 «Жестокое обращение с животными» предусматривает очень серьезное наказание. Особенно ее вторая часть, пункт Д. Если преступление совершено в отношении нескольких животных. До пяти лет лишения свободы. Но вот беда. Можно и штрафом отделаться. Огромное поле для маневра у судей. Я ему сказал, что будем мы судиться с вами. Он сказал судить. Он говорит, ты как должностное лицо пожалеешь об этом. Но пока неприятности, кажется, начинаются у самого Усенко. История вызвала огромный резонанс не только в Пермском крае, по всей стране. Процесс будет проходить под пристальным вниманием общественности. И вряд ли в такой ситуации экс-чиновнику поможет его влияние. Валентин Трушнин, Кристина Лохвердеева. Известие специально для РЕН-ТВ.